Я хотел бы напомнить вам зловещие строки из плана Даллиса, направленного на уничтожение СССР. Он писал, что мы будем свидетелями грандиозной гибели самого непокорного на земле русского народа. Человеческое сознание способно к изменению, и мы у этого народа заменим его святыни и истинные ценности на фальшивые. И лишь немногие будут понимать, что происходит. Но этих немногих мы поставим в беспомощное положение. Вот сегодня перед вами сидят люди, которые понимают, что происходит у нас. А происходит война против русской цивилизации на полное ее уничтожение. И целенаправленно ведутся действия, которые уничтожают русский цивилизационный код России. Прежде всего, нас с вами приучают жить не по правде. А вы помните, святой князь Александр Невский нам завещал, что не в силе Бог, а в правде. Что такое правда в русском понимании? Это единство, слово и дело. Так вот, эта война осуществляется под дымовой завесой великолепных патриотических слов. Вот 12 декабря прошлого года Путин, Владимир Владимирович, выступил с посланием Федеральному собранию. Какие замечательные слова. Сейчас Россия столкнулась не столько с демографическим, но и с ценностным кризисом. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Утрачены многие нравственные ориентиры. А если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей внешний враг не нужен. Все и так развалится само по себе. Мы должны укреплять духовно-нравственную основу общества. Мы должны вернуть школе безусловную ценность и опереться на богатство российской культуры. Замечательные слова. Но надо верить не словам, а делам. А дела вот какие. Первый удар наносится по русской словесности. И это не случайно. Потому что язык это и есть народ. Пушкин говорил. Слово это самое эффективное оружие. Словом можно вылечить. И словом можно убить. Словом можно вдохновить народ на подвиги ратные, трудовые. Можно возвысить человека. И направить его на развитие разума. На развитие мира во всем мире. А можно опустить его до состояния животного. Что сейчас и делается. Это все действия по выполнению антирусского плана. Кроме того, что изменяют классику, убирают из нашей литературы. Убирают и носителей русского духа. Из науки, образования и культуры. И никто нас не спасет. С вами, если мы сами не осознаем, что великий народ должен бороться и сражаться за свою жизнь. Поэтому мы создали Всероссийское Созидательное Движение «Русский ЛАД». Которое объединяет русских по духу и миропониманию людей, независимо от национальности, для спасения России и всей русской цивилизации от гибели. И главная наша задача – это защитить русский язык как главную святыню и достояние нашего народа и как средство единения всех коренных народов России и всего русского мира. 30 миллионов нас на планете Земля. Мы добились, чтобы вышел указ президента об учреждении нового праздника – Дня русского языка. У всех народов был этот праздник, а почему-то у нас не было. Вот два года назад указ вышел, но это саботируется все. Посмотрите, нам, депутатам, раздали перекидные календари на 2013 год. Вот я вам показываю страничку 6 июня. Здесь нет праздника – День русского языка. Они боятся этого праздника. Они уничтожают русский язык. И поэтому боятся, что этот праздник станет одним из главных национальных праздников русского народа и всех коренных народов России. Поэтому я призываю вас очень серьезно отнестись к нашим обращениям и вступать в ряды защитников России и русской цивилизации от русофобов, которые сейчас уничтожают физически, а сначала морально, наш народ. Редактор субтитров А.Семкин